Здравствуйте! Регионы России устойчивое развитие. Такую многогранную тему обсуждали эксперты Чебоксарского международного экономического форума. И сегодня ведущий эксперт у нас в гостях. Я представлю гостей студии. Михаил Геннадьевич Зелягин, директор Института проблем глобализации. Владимир Алексеевич Сальников, замдиректор Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Российской Федерации. Роман Михайлович Губенко, директор Департамента Центра международной торговли. Александр Николаевич Рыбаков, руководитель Центра экспортной поддержки Чебоксарской Республики. Михаил Леонидович Хазин, руководитель компании экспортного консультирования «Неокон». Так, коллеги, давайте начнем. И первый вопрос, наверное, организаторам форума, Александр Николаевич, вам. Каждый год в рамках форума проходят круглые столы, конференции, семинары. И как определяются темы, степень их важности для участников форума, для экспертов форума? Совершенно верно. Чебоксарский экономический форум проходит ежегодно. В этом году мы его проводим в седьмой раз. Повестка дня определяется вопросами, которые существуют в экономике страны и в экономике республики. Вы, в принципе, и зрители видят ситуацию, которая происходит в экономике нашей страны. И одна из них – это, конечно, задача по повышению устойчивости. Ну, эксперты, наверное, сегодня на передаче скажут все-таки, какие явления у нас предкризисные или посткризисные. Задача же нашего форума была вместе с экспертами обсудить проблемы и, самое главное, выработать решения. И площадки, и само пленарное заседание было построено таким образом, чтобы дать возможность каждому эксперту поделиться своим мнением. Ну, вы знаете, что мы обсуждали проблему повышения конкурентоспособности промышленных регионов. Чувашская республика тоже является развитым промышленным регионом. Мы обсуждали также проблемы качества, доступности банковских кредитов. Были площадки, связанные с обсуждением нового института оценки регулирующего воздействия, где республика сегодня находится в лидерах. Были площадки также связанные по обсуждению вопросов, связанных с участием молодежи, социальных проектов и ряд других. То есть вы внимательно анализируете ситуацию экономическую и пытаетесь что-то такое подкинуть экспертам, чтобы им это было интересно? Совершенно верно. Но, конечно, мы исходим в первую очередь из наших интересов, из интересов правительства, республики. И для этого привлекаем экспертов. Вы уже сказали про рейтинг устойчивого развития регионов. Весной был этот рейтинг озвучен, Чуваша заняла 20 место. И, я так понимаю, национальный рейтинг регионов России. У нас результаты этого рейтинга воспринят достаточно оптимистично. Вообще, какая реакция регионов на результаты рейтинга, на проведение этих рейтингов? Ну, мне кажется, что каждый регион заинтересован в том, чтобы рейтинг его был как можно выше, потому что это влияет и на стоимость фондирования, которую он привлекает на внутренних и внешних рынках. Ну, в том числе и определяет эффективность работы органов власти. Я думаю, коллеги со мной согласятся, нам присвоили довольно-таки успешный рейтинг кредиспособности. Это важно для нашего региона. Я довольно скептически отношусь к рейтингам вообще. Но что я вижу в Чувашии? Действительно, очень культурный, очень высокий общекультурный уровень людей. Много езжу по регионам. И вот на уровне повседневного бытового общения здесь живут люди культурные. А это является очень серьезным фактором конкурентоспособности. Второй раз принимаю участие в работе этого форума. У вас достаточно высокий уровень директорского корпуса. Ну, директора, замдиректора, ведущие специалисты и так далее. В том числе люди, которые приехали из других регионов, в том числе из очень успешных, типа Новосибирской области. Ну, понимаете, вот в Москву почему-то они не приехали, они не сюда приехали. Ну, там регион, Москва-то столица. Хорошо, они приехали в Томск, не приехали в Красноярск, не приехали в Свердловск, приехали к вам. То есть вы выигрываете внутреннюю конкуренцию, в первую очередь, за счет культуры. У вас сохранилась культура производства. А небольшой регион, население примерно как у Эстонии, но при этом государство, республиканские власти очень старательно взаимодействуют с предприятиями. То есть просто это видно на уровне диалогов, которые возникают на форуме. Тоже далеко не везде это есть в нашей стране. Другое дело, что вот касаясь рейтингов, я думаю, что если бы был рейтинг известности региона, то вы бы там были бы сильно в хвосте. Потому что о том, что Чувашия – культурное место, о том, что вообще есть такой регион, ну, скажем так, знают далеко не везде. И, по-моему, это забвение совершенно не заслужено. В прошлом году вы говорили, что в Чувашии плохие дороги. Изменилось ваше мнение? Ну, как сказать, вот те дороги, по которым мы ездили сейчас, они хорошие. А в целом я не знаю. Я могу сказать, что тот бугор, которым все время билось машину днищем при подъезде к нашей гостинице, его заделали. Значит, услышали ваши слова. Вот. Но я хочу сказать еще одну вещь, она важная. В Чувашии ухитрились, несмотря на все реформы образования, сохранить старую советскую систему. И надо ее, конечно, держать как можно дольше, потому что именно она обеспечивает общий уровень. Ну, Чуваш один из первых регионов России, кто-то в ЕГЭ присоединился. У вас был пилот первое время. Это неважно. Проблема же не в ЕГЭ. Проблема в общей системе образования. Если человека реально учили 10 лет, то его даже ЕГЭ не испортят. А проблема в том, что у нас систему образования подстроили под ЕГЭ. И в этом смысле, конечно, катастрофа. Мы это видим сегодня по данным того же ЕГЭ, что уровень русского языка опустили на уровень твердой двойки. Вот по советским стандартам уровень математики на уровень двойки с плюсом. Михаил Ильич, а как ЕГЭ и экономика взаимосвязаны? А понимаете, в чем дело? Для того, чтобы получился хороший специалист, неважно в чем, нужна некоторая общая культура. А, собственно, не секрет же, что вся баллонская система сделана с одной единственной целью. Чтобы ликвидировать в мире конкуренцию с действующими мировыми элитами. То есть, чтобы вырастить таких людей с трехклассным образованием. Ну, вспомните, что писал Гитлер про то, какая должна быть система образования в оккупированной советской территории. Что люди должны с трудом учиться писать свое имя. Ну, вот, к сожалению, мы зачем-то вот эту линию стали... Ну, неграмотными людьми легче управлять, наверное. Ну, конечно, но еще при этом и культура нужна, понимаете? Но я же вижу, да, вот ко мне приходят студенты. Я им начинаю объяснять историю современной экономики. В процессе я произношу ключевое имя для этих изменений – Мартин Лютер. Вот подавляющее большинство школьников за пределами Москвы вообще не слышали это имя... Причем даже не школьников, а уже студентов, которые историю там должны были уже выучить и некоторые даже сдали. Мне никто не знает. Вот я задаю там в Кирове, спрашиваю, кто такой Мартин Лютер. Один единственный человек из всех студентов, которые были нескольких десятков в зале, вспомнил про Мартина Лютера и Кинга. Вот. Аналогичная ситуация была в Иркутске. Причем просто четко видно... А Иркутск – это уже не Киров. Иркутск – это центр военной промышленности. Там нужны квалифицированные инженеры, квалифицированные рабочие. Они там нужны. Там спрос на них. И просто четко видно, да, те, кто учился в России, не знают. А все, кто учился в советское время, все знают. И вот это вот просто такая вот черта жесткая. Как сказал ректор МАИ, он, правда, перестал после этого высказывания быть ректором МАИ, а это один из лучших наших вузов, нельзя дать высшее образование человеку, которому нет среднего образования. Соответственно, уничтожение школьного образования не позволяет подготовить нормальных специалистов. В том числе и в экономике. В том числе и в экономике. Но самое главное экономистов, то у нас проблема с инженерами. И, во-вторых, с квалифицированными рабочими. А на многих производствах рабочим уже нужно высшее образование. Владимир Алексеевич, вам, как заместитель директора Центра анализа и прогнозирования, национальные рейтинги, подобные рейтинги устойчивого развития регионов, какую-то пользу приносят, каким-то образом являются руководством к действию, может быть, для дальнейшей работы правительства России? Ну, вы знаете, в целом у меня отношение к рейтингу такое осторожное, да, потому что рейтинг, грубо говоря, это всего лишь один показатель, который вот всю, как бы, сложность жизни очень сильно уплощает, да, жизнь она гораздо сложнее, на самом деле ведь. И поэтому к рейтингу я отношусь очень осторожно. Я считаю, что они должны быть, по крайней мере, какие-то многомерные, то есть должно быть хотя бы, там, ну, два, а может быть, даже три хотя бы показателя, даже если мы говорим о рейтинге. Ну, кстати, как в рейтинге инвестиционного эксперта, да, вот они хотя бы двумя показателями, что называется, пользуются. Потенциал и риск. Вот хотя бы это не просто там один показатель. Но, скажем так, рейтинг – это просто инструмент. То есть можно зато смотреть, да, так сказать, на какие-то отдельные составляющие и тогда уже делать какие-то выводы. Вот в этом смысле он более полезен. А что касается сегодняшнего момента, вот мне кажется, сейчас еще важна не абсолютная позиция в рейтинге, к тому же, все-таки, знаете, рейтинг он всегда относительный, потому что вы с первого по последний регион просто упорядочиваете, там, условно говоря, да. А для нас сейчас еще важно, как каждый регион движется, с какой скоростью он, ну, растет, развивается, движется куда-то в лучшую сторону. Вот это вот очень важно сейчас. И мне показалось, кстати, да, что в Чувашии с этим дело обстоит довольно неплохо. Я вот, у меня сейчас такая, ну, мне нравится очень идея все-таки, что нам нужно опираться на лидеров бизнеса, чтобы, так сказать, расти и развиваться. И вот я посмотрел, в Чувашии довольно много компаний, причем достаточно крупных компаний, которые сейчас в настоящее время растут очень неплохими темпами, гораздо быстрее рынка, гораздо быстрее, ну, что называется, среднего по России. И вот это очень хороший, как бы, знак. Еще один вопрос про рейтинг. А вообще, кто составляет, кто отбирает критерии, по которым составляются рейтинги, есть ли предложения от регионов, бывает ли такое? И что делать тем регионам, кто оказался внизу этого списка? Мне кажется, что здесь нужно добавить, что рейтинг, он важен, потому что это оценка, оценку, которую нужно заслужить. И если по результатам рейтинга вы получили оценку, это является ориентиром, как правило, для даже тех, значит, субъектов, которые в него входят, либо не входят, ориентиром для того, где тот или иной субъект сегодня находится. И второе, здесь имеет значение то, что рейтинг был присужден независимой организации, то есть мы оценивали не себя сами. Причем эту работу сделала эксперт РА, ее международный офис в Германии. Поэтому я бы все-таки сказал бы, что это событие важное для республики и нужное, в общем-то. А вообще для регионов, регионы обращают внимание, ну, Чувашия действительно, это достаточно такая популярная была тема какое-то время, весной, в мае. А регионам нужны такие рейтинги? Вот как в других регионах откликаются на подобные темы? Ну, здесь, наверное, надо сначала задаться вопросом. При оценке любого региона оценивают бюджет, оценивают социальную политику. Там больше ста показателей, не понимаете? То есть здесь нельзя сказать, что это просто простая работа. То есть это результат работы экспертов по оценке деятельности региона в целом, в том числе бюджетной политики. Важно, чтобы на это обращали внимание инвесторы. Вот обращает на это внимание регион или нет, это вопрос дела регионов. Важно, чтобы на это смотрели инвесторы. Что касается самого рейтинга, опять-таки, это любой посторонний взгляд, да и любой взгляд вообще может быть ошибочным. Это не естественно в последней инстанции. Но если сторонние люди за что-то хвалят, надо посмотреть, может быть, это действительно хорошо. Если сторонние люди за что-то ругают, надо посмотреть, может быть, это действительно плохо. Это эффект свежего взгляда. Это полезно. Ну, тогда вот вы затронули тему инвестиций, и тогда немножко поговорим об инвестициях. Вот, значит, рейтинг, место региона в рейтинге может помочь привлечь инвестиции в регион. Что еще нужно сделать регионам для того, чтобы инвестиции пошли? Сейчас свободные-то деньги есть. Вопрос в том, что в условиях экономического спада, ухудшения экономической конъюнктуры, вообще все люди боятся инвестировать деньги, боятся открывать новые дела. То есть, с одной стороны, как это принято говорить, нужно создавать возможности, а с другой стороны, нужно создавать конкретную зимуку. И то, что вот в республике занимаются развитием новых технологий, это очень хорошо, потому что это завтрашний день. То, что будет обеспечивать конкурентоспособность завтра. – Ну, я бы еще добавил, что поскольку спрос падает и в мире, и в стране, спад идет, в общем, уже довольно подавно, он такой, конечно, вялотекущий, то есть нет такого, как осенью 2008 года, хотя не исключено, что эти… – Сейчас осень 2007 года. – …что эти времена вернутся. Ну да, осень 2007 года. То для того, чтобы кто-то что-то вложил, нужно ему очень внятно объяснить, где он будет и откуда он будет получать возврат. То есть, иными словами, нужно либо объяснить, где тот рынок, на котором будет продаваться продукция, либо какие конкуренты будут вытеснены и уничтожены для того, чтобы захватить их рынки. И это, на самом деле, работа, которую сам бизнес далеко не всегда может провести, потому что бизнес не имеет, он не может очень сильно отвлекаться на несвойственные ему вещи. Значит, это должны делать либо эксперты, либо им должны помогать государство. Вот в этом смысле отличие ярко выраженное Чуваши от многих других регионов, в которых я был, это очень высокое качество государственного менеджмента. То есть, вот, качество работы. У меня вообще сложилось такое ощущение, мне страшно произнести эти слова в нашей стране, что чиновники в Чувашии как-то отвечают за свою работу. Ну, если вот кто смотрел по телевидению ход заседания пленарного, там вот глава республики выступал по поводу, как раз отмечал в своем докладе, те новые инвестпроекты, которые реализованы и реализуются сейчас. Я вот для себя отметил одну вещь, что у нас, в принципе, по сравнению с другими соседними регионами, появился внутренний инвестор. Это очень важно. То есть, если посмотреть на ситуацию по моногородам, вы знаете, какой список обширный, да, в Российской Федерации. У нас, как Канаж попал в пятерку тех, которые претендуют на господдержку, причем значительно практически в каждом моногороде реализуется инвестпроект, да. Ну, о крупных из них уже вы слышали. И усилия руководства республики, ну, я говорю в рамках моих полномочий, и той информацией, которую я обладаю, как раз были направлены на то, чтобы ситуация в Новый Чебоксарске и в Алатаре и в Шумерлях развивалась именно равномерно со столицей. Мы знаем, что, в принципе, везде, в любом регионе есть перекос в сторону большего развития столиц, но вопросы развития районов тоже находятся на первом плане. Это тоже важно. Да, мы, конечно, нацелены на то, чтобы как можно больше и внешних инвесторов приходило, да. И мы надеемся, например, у нас ведутся переговоры с китайскими партнерами, и на форум приезжали коллеги из Швейцарии. Мы посмотрим, конечно, на результат этой работы, но то, что мы ведем активно эту деятельность, это я вам могу сказать точно, что мы нацелены на результат. Вы знаете, по поводу инвестиций я хотел добавить. На самом деле сейчас пространство для роста очень большое, очень большое. Есть в импортозамещении. Причем, на самом деле, даже часто многие западные компании заинтересованы в этом процессе. Я просто расскажу, как дело обстояло. Мы в 2000-е годы, наша экономика, за счет очень быстрого роста, многие рынки достигли таких масштабов, что, собственно, стали уже экономически оправданы инвестиции в локальное производство вместо ввоза импорта. Ведь там как? Есть единичная мощность завода, как с локализацией тех же автомобилей. Если у вас меньше 200 тысяч собирается иномарок на территории, то есть вам нет смысла развивать производство, я не знаю, колесных дисков или еще чего-то. Или, по крайней мере, стекол других комплектующих. Так вот, у нас очень многие рынки вплотную подошли, или даже часто пересекли вот этот порог, за которым можно начинать инвестпроекты. Но кризис, который наступил, он очень сильно подкосил, так сказать, здесь вот этот инвестиционный процесс. Но многие инвесторы там испугались, просто приостановили какие-то действия и так далее. Сейчас все-таки есть надежда. Кстати, ну, этот процесс, он на самом-то деле продолжился. Просто, ну, гораздо более медленными темпами, чем мог бы. Но мы все знаем, что, например... Мы уже стали бояться в будущем. Да, но извините, за это время Сименс открыл завод, да, скажем. Не помню всех по именам компаний, но англичане открыли, по-моему, стекольный завод. Японцы открыли завод по комплектующим автомобилям и так далее. То есть, если посмотреть, то, собственно, там не все так печально. То есть, очень много инвестпроектов продолжалось и продолжается. И сейчас вот очень важно как-то, ну, что называется, подстегнуть этот процесс. Причем самим компаниям это выгодно, потому что, ну, просто логистика такая. Ну, вот вы называете предприятия, которые открыли свои проекты не в Чуваши. Как Чуваши-то сделать вот этот вот шаг, чтобы иностранные компании у нас открывали производство? Ну, как, это же называется реклама, промоутинг, так сказать, своего региона. Тем более, что многие другие вещи у вас действительно уже есть. И, на самом деле, как показала практика, вот регионы, которые добиваются успехов, действительно, те регионы, где, собственно, именно это ставится, так сказать, ну, во главу угла привлечения инвестиций, начинается такая, ну, тщательная, адресная, эффективная работа. То есть, грубо говоря, ну, просто грамотное управление, грамотный менеджмент. Роман Михайлович, а вот соглашение с ВТО, по которому почти два года, да, не противоречит инвестпроектам импортозамещения, о котором сейчас Владимир Алексеевич говорил? Нет, не противоречит. Начнем с чего? С того, что такое ВТО. ВТО – это свод правил, установление однинаковых правил для регулирования торговли в странах-членах. Сейчас это 160 стран, практически 98% торговли. Но для российских предприятий и для предприятий Чуваши, что это означает? Это означает усиление конкуренции с импортом. Потому что задача ВТО не только регулирования, но и либерализация торговли. То есть, снятие барьеров. Прежде всего, мы это видим по ставкам важных таможенных пошлин. То, что ощущает любой производитель, который сталкивается с импортом на своем рынке здесь, в Чувашии. За два года, которые прошли наше участие в ВТО, общие цифры по стране показывают, что кризисного влияния не случилось. Но когда мы рассматриваем отдельные сектора, отдельные промышленности и предприятия, там, конечно же, есть случаи серьезного нанесения ущерба со стороны импорта. Какие задачи это ставит перед нами, перед предприятиями, которые здесь есть в области? Мне очень было приятно, что у нас было активное обсуждение с представителями и Центра поддержки экспорта, и Министерства экономики Чувашии. А самое главное, с предприятиями, которые сказали, вот есть такие проблемы, скажите, как решать. И это самое главное, потому что, когда мы говорим о ВТО, нужно понимать, что очень мало за нас с вами будет делать правительство и государственные служащие. Основная задача все-таки должна исходить от бизнеса. И здесь то, о чем мы говорили, это очень важно. А. Это идентифицировать барьер. Чтобы его понять, как с ним бороться, надо знать, что это. Это может быть технический барьер, дополнительная документация требуемая, которая не нужна в других странах, и тем самым можно снять. Это могут быть меры торговой защиты, антидемпинговые меры, специально защитные. Чтобы снять эти меры, необходимо пройти процедуру. Как ее пройти? К сожалению, сначала надо задаться вопросами на предприятию, чтобы его научили. Второй вопрос. Что делать? Учить – это самое первое. Объяснять, как происходит. А мы не готовились, когда вступали в ВТО? Не проходили эти проблемы? Не пытались их как-то сгладить? Все 18 лет учились. Но я могу вам привести пример из нашей практики. Три года подряд мы приезжали в другой регион, я не буду его называть. И там были представители одних и тех же компаний, но просто другие специалисты. И каждый раз мы заявляли, что сегодня мы едем с сложным семинаром, тренингом для конкретных спецов. Как устранить какую-то проблему? Мы заходили в аудиторию, начинали разговор, через пепельно сказал, я задал вопрос коллеге, а вы читали, вы знаете, что это инструмент? И была тишина. И три раза мы начинали с базы. То есть, по сути, к сожалению, у нас пока нет системности. А вот вопрос. 18 лет мы вступали в ВТО. Почему за эти 18 лет не было выращено поколение юристов, специалистов по ВТО? Трудно было открыть кафедры, факультеты. Почему государство это не сделало? Постараюсь ответить. Ну, давайте говорить так. Я занимаюсь этой проблематикой более 10 лет. И только полгода назад мои коллеги сказали, да, это можно назвать экспертом. Потому что с точки зрения многосторонней торговой системы, объем знаний и того, что необходимо для просто оценки и помощи практической компании, это минимум срок. Что есть сейчас? Об этом очень много говорят и много претензий предъявляют, да, о том, что нет базового образования. Я могу назвать пять вузов, которые сейчас организовали для студентов. Это первое высшее образование в сфере ВТО. Это, к сожалению, большинство из них московские вузы. Из регионов, я могу назвать Санкт-Петербург, но, конечно же, это МГИМО, Академия внешней торговли, Высшая школа экономики, Академия госслужбы под президентом. Это вот блок такой московский. В регионах пока что я бы назвал два сильных центра. Это Санкт-Петербургский университет и Екатеринбург. Все остальное, наверное, решаем мы сами, потому что я сейчас представляю бизнес. И два года назад мы запустили проект, именно начали с обучения. Мы проехали 29 регионов, но вот то, о чем я говорил, системности пока не получается. В мою бытность работы в эконом-развитии я проезжал все те же регионы, и приезжая сейчас уже как представитель бизнеса, я вижу, что проблемы остались те же. Первое – непонимание, как работают инструменты, и непонимание, куда бежать, кого спрашивать помощь. Я позволю себе уточнить, как человек, который занимался с 2000 года этой темой, немножко со стороны государства. Значит, наши замечательные либеральные реформаторы, когда запихивали Россию в ВТО, активная фаза началась в 2000 году, потому что в 1999 году умер замминистра внешнеэкономических связей Габуни, который хорошо разбирался в проблематике в ВТО. Вот это был абсолютно идеологический, политический процесс. И начав процесс в 2000 году, и первые вопли о том, что если мы не вступим в ВТО в декабре 2000 года, то мы погибнем, издавались уже тогда. Потом они издавались регулярно. Первый официальный и полный перевод на русский язык в правил ВТО был издан в конце 2004 года. Тиражом 4000 экземпляров на деньги канадского правительства. Российскому правительству это было не нужно. Потому что если бы директора знали правила, они разговаривали бы с либеральными реформаторами с пониманием дела, и тогда либеральным реформаторам было бы сложнее заниматься своей рекламой. С другой стороны, многие, скажем так, из пропагандистов ВТО, они пришли из консалтинга. И, по крайней мере, еще в 2010 году у нас было буквально три структуры в стране, которые были способны давать консультации по вопросу ВТО со знанием предмета. Им совершенно не хотелось готовить себе конкурентов. Они хотели иметь монополию и зарабатывать, насколько я могу судить, и зарабатывать дополнительно на этой монополии. И поскольку они были теснейшим образом связаны с либеральными реформаторами, то процесс обучения маркетологов и юристов, без чего взаимодействие с ВТО вообще невозможно в принципе, он практически был заморожен. Им не занимались. — Татьяна, знаете, что бы я отметил? Если посмотреть на наши действия, я не хочу просто говорить о прошлом, я хочу говорить о настоящем и будущем. То мы последние два года, в соответствии с нашей программой по поддержке малого и среднего бизнеса, занимались как раз разъяснительной работой в рамках семинаров, курсов повышения квалификации. Причем сознательно привлекали не только авторитетных российских экспертов, но и иностранных. То есть мы выбирали именно тех, которые могут быть наиболее полезны. Правительство республики тратило на это средство определенное и собирается это делать и в этом году, и в следующем. То есть мы строили свою работу через обучение представителей бизнеса на курсах повышения квалификации для того, чтобы первоначально разъяснить, да, правильно, стать очень классным юристом по договорному праву ВТО сразу не получится. Но в то же время, может быть, и не нужно. Нужно, наверное, понять, как справедливо отметил Роман Михайлович, какие угрозы таит в себя, значит, для предприятия конкретной отрасли, значит, та или иная проблема, связанная с усилением конкуренции, да, с усилением импорта там. Вот. И второй момент – объяснить нашим предприятиям, что проблему нужно решать сообща. У нас в республике де-факто, вы знаете, что республика участвует в нескольких платформах, да, технологических, и есть несколько уже де-факто сложившихся кластеров. То есть я бы порекомендовал бы производителям объединяться в ассоциации, в союзы для того, чтобы совместно отстаивать интересы. Именно об этом мы сегодня и говорили на круглом столе по защите внутреннего рынка. Действительно, есть специализированные инструменты, как то проведение специальных защитных расследований. Но для того, чтобы подать заявление, мы одно такое заявление по поручению правительства, наш центр будет готовить, мы будем опираться, конечно, на помощь профессионалов. Но для начальной работы, для начальной работы, в принципе, уже сегодня достаточно тех знаний, навыков, которые мы имеем. А вот что касается, что делать самим предприятием, конечно, это повышает конкурентоспособность. И очень справедливо заметил Михаил Геннадьевич в прошлом году на экономическом форуме, на круглом столе, когда у него спросили, что делать, он назвал заниматься консалтингом, привлекать наиболее лучшие светлые умы для того, чтобы защищать свои интересы. – Роман Михайлович, ну все-таки вот какие проблемы, озвученные ранее при вступлении ВТО, сохранились, какие, может быть, ушли, какие появились новые риски, проблемы? – Вы знаете, я думаю, что ни одной проблемы, которую мы знали изначально и говорили в момент присоединения, они не ушли. Потому что тарифная защита снижается и продолжит снижаться. Потому что есть переходный период в 4 года, когда пройдет основное снижение ставок пошлины, но оно продолжится по некоторым товарам вплоть до 2020 года. Соответственно, здесь мы понимаем, что будет усиление конкуренции с импортом. – А это означает все меры, которые необходимо принимать каждому предприятию для повышения его конкурентоспособности. И, наверное, здесь уже в меньшей степени будет связано с ВТО, а больше это работа из правительства региона по вопросу модернизации своего производства, повышения эффективности. – Безусловно, никто не говорит о том, что это большая ошибка, заблуждение, что ВТО запрещает поддержку своих производителей. Это не так. ВТО устанавливает правила такой поддержки, единые, чтобы они были для всех стран. Но предприятия должны понимать, что нужно заниматься многосторонними вопросами, комплексными вопросами повышения своей конкурентоспособности. – Ну, а проблемы, конечно же, будут появляться. Но самое главное, что все большее предприятие российское, они начинают ощущать, потому что они становятся более развиваются и переходят к экспортным операциям, выходят на рынки других регионов, там сталкиваются с импортом и понимают, что да, проблемы существуют. Таким образом, мы все больше и больше их идентифицируем. – Ну, многие противники ВТО говорили, что ВТО вообще убьет у нас внутреннее производство. – Ну, вы знаете, конечно же, если мы ничего не будем делать, то более конкурентоспособный импорт, конечно, будет способствовать тому, что мы умрем и без ВТО. Вот, соответственно, если предпринимать все меры, то у нас не то, что есть шанс, но, в общем-то, есть все предпосылки сохранить конкурентоспособность. Но, наверное, не каждое предприятие сможет выжить. Это, безусловно, так. – Ну, не все проблемы, связанные с ВТО, еще реализовались. То есть, о них очень много говорили, но есть проблемы первого уровня, скажем, проблемы животноводства, проблемы поставки бушных грузовиков и так далее. Есть проблемы, которые еще не реализованы, скажем, проблемы ведения торговых споров. Они начали вестись против нас в ВТО. Через некоторое время мы начнем вестись в споры. Но это очень сложная процедура, в которой, как показывает статистика, обычно побеждают развитые страны, а не очень развитые терпят поражение. Просто в силу сложности процесса. Вот это нам еще не аукнулось. А через механизмы регулирования торговых споров можно оспаривать не только конкретные положения, скажем, уровень тарифной защиты в каждой стране разный. Можно оспаривать конкретные механизмы государственной политики, конкретные механизмы организации производства. И, в общем, вылезать очень глубоко в хозяйственную жизнь страны. Этого пока не происходит с нами, но это может начать происходить. С другой стороны, мы не используем лазейки, которые нам ВТО дают. Скажем, ах, какой ужас, у нас резко сокращается объем поддержки сельского хозяйства. Да, только, скажем, племенное дело, семеноводство, инфраструктура села в целом никак этими ограничениями не регламентируются. А понятно, что если в нашу деревню построить дорогу, то это будет другая деревня. Вот этих возможностей мы пока не используем. С другой стороны, выращивание картофеля в суглинистых землях. Это можно считать национальным обычаем, формой воспитания молодежи, формой религиозного обряда, чем-то еще. Но, строго говоря, относить эту деятельность к бизнесу с точки зрения эффективности, особенно в сравнении с другими странами, довольно сложно. Соответственно, если мы признаем это народным обычаем, а не бизнесом, то никакие ограничения в области поддержки этого действовать не будут. И таких лазейек ВТО, ну, не надо сказать, что предоставляет очень много, но некоторые предоставляют, которые могут позволить дышать даже в тяжелых обстоятельствах. Томан Михайлович, вы возразить хотите? Нет, в чем-то поддержать, но в чем-то возразить. Подержу в том, что, безусловно, лазейки есть, и их нужно искать. И то, о чем сейчас Мир Геннадьевич говорил, да, действительно, этим пользуются некоторые страны, и нам надо просто учиться и принимать этот опыт. Но я немножко постараюсь ему возразить с точки зрения участия в процессе решения споров. На самом деле, мы являемся сейчас участниками не только тех споров, о которых мы все знаем. Это удостоверительный сбор, это третий энергопакет, это претензии к нам по антинейпингу мерам в отношении левых химических автомобилей, впоследствии возможных комбайнов. Но также мы являемся стороной в девяти спорах, как третий участник. В чем особенность, о которой Михаил Геннадьевич сказал, очень важна? То, что мы можем участвовать и обсуждать меру, которая была введена в третьей стране, и смотреть на сам процесс, на механизм ее введения. То есть она может действовать в США в отношении Китая, но сам механизм ее может быть очень важен для нас с точки зрения прецедента создания. Именно для этого Китай в данном случае на сегодняшний день участвует более чем в сорока спорах. Хотя его непосредственно затрагивает только около пяти. Вот такого механизма мы начали, мы вошли, но вы абсолютно правы, мы возвращаемся вот на тот же круг. А где специалисты, которые будут нас представлять? Потому что, к сожалению, я думаю, что сидящие все за столом здесь могут их перечитать по пальцам. Давайте от общего к частному. Вот о внутреннем рынке. Чуваши немножко поговорим. Как оцениваются вообще экспортные возможности нашей республики? Ну, надо здесь говорить о сильных и слабых сторонах. Сильная сторона – это у нас все-таки более-менее диверсифицированный экспорт. Если мы вот даже с экспертами сравнивали себя с Ростовской областью, да, чем-то мы похожи и в чем-то мы различны. Например, если у них большая доля экспорта зерна, у нас большая доля экспорта химической продукции. В то же время серьезный потенциал имеется в экспорте сферы обрабатывающей производства, машиностроительной, электротехнической продукции. Серьезный также потенциал имеется в сфере экспорта пищевой продукции. Такая задача правительством ставится. Мы ею занимаемся. То есть мы видим для себя сейчас в первую очередь задачу по поиску новых рынков избыта, помощи конкретным организациям в переводе их сайтов. Даже самое простое, я часто об этом говорю, что если бы у каждой чувашской компании сайт был бы переведен хотя бы на четыре языка, раньше я говорила два языка, а сейчас я понимаю, что нужно на четыре. Приезжал француз, он подсказал, чтобы их поисковая система нашла сайт компании. Он увидел в Чуваши одну интересную компанию, через интернет заинтересовался ею. Мы их познакомили, он сказал, что очень высокие шансы того, что продукция нашей местной компании будет представлена, например, во французской международной торговой сети. Причем, смотрите, эти сети, они представлены по всему миру, в том числе в Российской Федерации. Значит, мы должны предпринять ряд шагов для того, чтобы приблизиться к этой цели, найти новый рынок сбыта. Мы должны усилить свою маркетинговую составляющую, сделать открытую информацию о нашем продукте, причем в том виде, в котором она нужна иностранному потребителю. Саня Николаевич, почему мы должны, почему мы не делаем? На самом деле, работа эта делается, но, может быть, не так явно, как хотелось бы. До некоторого времени, действительно, мы на это не обращали внимания, но в последние полтора-два года мы делаем это. Мы переводим сайты компаний на иностранный язык бесплатно, мы проводим маркетинговые исследования, мы обучаем за счет средств бюджета республики тоже бесплатно. Мы организовываем бизнес-миссии, выезды, участие в коллективных экспозициях. Вы знаете, что мы проводим презентации потенциала республики в посольствах иностранных государств. У нас проходят рабочие группы, в том числе в Белоруссии. То есть здесь все, конечно, нужно смотреть в сравнении с тем, что было, но если брать по прошлому году, у нас экспорт чуть-чуть вырос, и мы надеемся, что в следующем году, даже несмотря на события в Украине, мы попробуем сохранить этот уровень. То есть мы сейчас отслеживаем, конечно, по тем предприятиям, где, возможно, будут неплатежи. То есть мы включились в серьезную работу с российским агентством по страхованию экспортных кредитов. Вчера на форуме мы узнали, что наша чувашская компания уже страхует свой экспорт в одной из африканских стран на серьезную сумму. Вы, кстати, ситуация на Украине как-то внесла коррективы в экспортные возможности России в целом, республики? Ну, конечно, потому что когда нам начинают клясться в ненависти, то это разрывает хозяйственные связи. И в том числе создает проблемы для того экспорта, который был ориентирован на Украину, не только газ. И для республики определенные трудности, безусловно, созданы. Именно поэтому сохранение объемов прошлогоднего экспорта является в этом году довольно серьезным достижением. И, знаете, вот я хотел бы еще отметить одну особенность. Мы посмотрели по структуре нашего экспорта и увидели, что на Украину в основном он направлен на Восточную область. То есть если смотреть на Западную, то там не такой большой объем. Это первое. И второе. Если смотреть на каким образом, значит, формируется статистику, то там не учитывается взаимная торговля с Белоруссией и Казахстаном. Вы знаете, что у нас сформировано единое экономическое пространство, а торговый оборот с Казахстаном у нас растет из года в год. То же самое мы можем сказать и по Белоруссии. Да, я понимаю, что Украина для Чувашской республики важнейший торгово-экономический партнер. Значит, мы будем увеличивать свое присутствие и в других странах СНГ. Например, мы в этом году уже в третий раз собираемся ехать в Узбекистан. И количество желающих участвовать, я подчеркиваю, промышленных компаний, довольно-таки значительное. То есть это не две-три компании, это как минимум 10-8-10 компаний, которые участвуют. Есть, конечно, проблемы, связанные с конвертацией рубля, есть определенные сложности в расчетах, но тем не менее мы находим механизмы и эту работу не бросаем. Действительно, заниматься экспортом нелегко. Очень серьезные нужны знания и законодательства, и торгового дела. Но в то же время мы понимаем, что если сравнивать долю малых и средних компаний, валовым внутренним продуктам, например, в той же Германии или в Англии, то там этот процент далеко за 60. У нас он сегодня где-то примерно, наверное, 20-25. Мы все равно понимаем, что за этим будущим, и мы будем этим заниматься. Для того, чтобы бизнес развивался, в первую очередь, не только крупные предприятия, да, все-таки крупные предприятия создать достаточно сложно. Малый и средний бизнес, для того, чтобы он развивался, он, конечно, не возьмется ни из ниоткуда по мгновению волшебной палочки. Вот, не знаю, как вы, а я, например, не могу пойти в тот же самый бизнес-инкубатор и сказать, я хочу открыть свое дело. Вот я не смогу так сделать, да. И в то же время именно малый и средний бизнес многие называют как основа развития экономики. И вот как сделать так, чтобы люди становились предприниматели, становились бизнесменами? В частности, малый и средний бизнес развивали. Тут есть целая куча проблем. Прежде всего, надо менять налоговое законодательство, которое сегодня, ну, фактически запретительное. То есть, всерьез этим заниматься очень сложно. Если человек законопослушен, если он не готов заранее к тому, что ему нужно уходить от налогов, то это вещь практически невозможная. Ну, правда, наши люди обычно готовы, но сама по себе ситуация, при которой человеку, которого пытаются стимулировать заниматься малым бизнесом, объясняют, что ты, конечно, должен тут, тут, тут и тут задурить государство, она не совсем правильная. Вещь вторая. Нужно различать две вещи. Первая – это, собственно, ремесло. Ну, грубо говоря, можно печь пирожки, шить платья или там делать какие-то поделки. Это вещь очень хорошая и полезная. Но совсем другая вещь – это дело продать и это оформить. Я знаю довольно много людей, просто так же не складывается, что я много с молодежью общаюсь. Основной вопрос, который задают себе вот выпускники вузов. Ну, хорошо, я хочу заниматься бизнесом, неважно. Но я ничего не понимаю в бухгалтерии. При этом заставлять человека там проходить бухгалтерские курсы – это тоже идиотизм. Потому что если у него нету спонсора в виде там папы, мамы или еще кого-то, он не может себе позволить на полгода, а то и на три месяца все бросить и идти на эти самые бухгалтерские курсы. А нам надо создавать инструменты поддержки. Ну, я вот предлагаю пример. Он очень простой. Создается некоторый центр бюджетный, куда может прийти человек, который владеет ремеслом. И этот центр создает с ним фирму на паритетных основах, 50 на 50, в которых он делает продукт. А со стороны государства там сидят бухгалтера, там сидят не маркетологи, конечно, но те, кто предоставляет ему возможность продавать вот эти лоточки, которые мы сегодня видели, соответственно, практически на набережной в Чебоксарах. И дальше по итогам, скажем, года работы принимается решение. Либо, если бизнес успешный, но человек с ним не справляется, выкупить у него его 50% и потом это там продать или управлять самим. Вариант второй. Он может выкупить 50% у государства, если он видит, что все получается нормально. Либо же закрыть этот проект. И такого рода, ну, это не совсем инкубатор в том смысле, в каком это обычно понимается, но такого рода структуры по поддержке малого бизнеса могут быть чрезвычайно эффективны, особенно там в малых городах и в других местах, где вообще мало людей, которые там, например, бухгалтерией владеют. Но это еще и для государства, для местных, это колоссальный источник информации, как же, собственно, работает малый бизнес, сколько он реально тратит, сколько он реально зарабатывает, сколько с него можно взять налогов и т.д. и т.п. И, безусловно, это категорически, нужно как минимум 50%, а желательно 100% налогов от малого бизнеса оставлять на местах. Сегодня ни местные, ни региональные власти им на малый бизнес начхать. Что бы они с ним ни делали, пользы им от этого не будет никакой. Нет, это все понятно. Бизнес-центры, создающиеся в республике, они помогают. Я согласился, наверное, больше с последним утверждением, что нужно налоги оставлять в местных бюджетах, но, как мне кажется, отдавать 50% в бизнесе, да, даже государственной компанией не нужно, потому что стоимость бухгалтерии можно, то есть расходы, связанные с ведением бухгалтерии, можно отдавать на аутсорсинг. Это частный, частный. Тут есть одна очень важная вещь. Я просто привожу пример, да, просто конкретно моя знакомая в городе Красноярске. Она сделала за полтора года успешный бизнес. И она нашла себе другую девочку, с которой она по барту обменивается услугами. Но это молодежь. А если человеку 50, то ему есть целая куча вопросов, на которые он не хочет думать в принципе. И ему легче все эти вопросы отдать. Вот если есть тетенька, 50 лет, вот она там, младший ребенок, школу закончил, а она хорошо печет пирожки. Вот ее не волнует ни бухгалтерия, ни продажа, ни еще чего-то. Она говорит, я могу запекать в день 800 пирожков. Вот давайте мы сделаем это, я буду печь пирожки, а кто-то будет... Заниматься всем остальным. Ну понятно, это одна из идей. Но если смотреть на то, как у нас устроено, то в принципе наши депутаты, государственные советы приняли довольно-таки хороший закон. То есть регионам предоставлено право принимать законы о потатной системе. Вы помните историю со страховыми взносами. Они были повышены, у нас чуть-чуть уменьшилось количество предпринимателей. После принятия данного закона, который был разработан правительством, у нас количество вновь увеличилось. Вы не понимаете? То есть здесь ведь многое зависит еще от ставки. Это поддержка, все понятно. А как вот молодым людям, может быть, людям среднего возраста отдать понять, что надо становиться, надо развивать бизнес, надо создать свое дело, открыть как-то? Вот как может быть, я не знаю, с какого возраста надо учить людей быть предпринимателем? Вообще говоря, это происходит с раннего детства. Способности предпринимательские – это такая же природная вещь, как и многие другие. Наивно рассчитывают человека, что человек, которому, как говорится, медведь на ухо наступил, что он будет композитором или музыкантом. Еще на пианино его можно научить играть, потому что кнопочки понятные. Неважно, что угодно, но на тромбоне он играть не сможет, или на скрипке. Так вот, аналогично и здесь. На самом деле, если есть вот эта предпринимательская жилка, то главное – это предоставить некоторые минимальные возможности. Но вот эти минимальные возможности должны быть предоставлены, потому что в противном случае мы натыкаемся на то, что человек понимает, что тяжелая и мучительная работа, по итогам которого эффекта, скорее всего, не будет. Вот, и поэтому вот такие возможности, ну, и, кстати, вот в этом смысле, я же говорил, через год человек может выкупить свои 50% обратно. То есть он может сосредоточиться, да, он может сосредоточиться на той работе, которая, собственно, и приносит продукт. Это, кстати, очень важное свойство нашего человека. Мы не умеем делать законченный продукт. То есть мы делаем нечто на 90% и дальше мы бросаем. И на рынке он проигрывает ровно потому, что оставшиеся 10% – это вот тот лоск, который, собственно, и делает его привлекательным. Это очень большая наша слабость. Я с этим сталкивался неоднократно. В рамках чемпионата мира по футболу сейчас очень часто слышу такие слова, что Россия не футбольная держава. А сюда хочется задать такой вопрос. Россия вообще страна бизнесменов, страна развитой экономики? – Насколько я слышал, вообще говоря, кстати, не очень-то мы страна бизнесменов в том смысле, что, ну, вот, уж не знаю особенность национального характера или чего, но действительно вот предпринимательство у нас как-то вот… – Не соглашусь к тебе, ничего сказать. – Оно принимает не те формы. – Да, может быть, вдруг объясню. Вот я с этим столкнулся в 1990 году. Значит, у меня дома сидела группа товарищей, из которых немножко известен Толя Левенчук и более известен, ну, не покойный, царство ему небесное Андрей Козлов. Мы обсуждали, мы биржи открывались. Нужна была книжка биржевых терминов. И вот возник спор. Тот, кто работает с акциями – это брокер или маклер? Я говорил, у нас немецкая культура, нам нужно слово маклер. Мне говорили, нет, маклер – это квартирный маклер, а нам нужны американские термины. Вот нам 20 лет наши либералы все, они плоть от плоти, значит, Вашингтонского консенсуса, они пытались нам внедрить американскую систему ведения бизнеса. То есть не обманешь, не поднимешь. Главный принцип американского бизнеса – это никогда не нужно платить контрагентам, пока они тебя, значит, не достали. У нас другой принцип. Вот как бы наш человек, воспитанный на традиционных ценностях, не мошенник. По этой причине нам надо выращивать предпринимателей на совершенно других принципах, не американских. Я просто еще запомню, что в условиях того чудовищного регулирования, так сказать, которое у нас существует в этой сфере, то, что у нас вообще существуют бизнесмены, позволяет нам считать Россию страной великого бизнеса, совершенно феноменальных бизнес-способностей. Ну и, конечно, самое главное, не нужно считать тех людей, которые были бенефициарами приватизации, бизнесменами. И не надо их приводить в пример. Эти люди не бизнесмены. Их можно назвать ворами, жуликами, прохиндейми. Людей назначили. Еще чем-то. Людей назначили. Да. Но этих людей назначили миллионерами, и они самим фактом существования давят у нас предпринимательскую среду железной рукой. Ну, если бы они не были эффективными, их бизнес бы не был бы такой. И создают плохой пиар, если бы плохой пиар предпринимательства. Конечно. Это монополизм. И они уничтожают любого предпринимателя, именно поэтому у нас так активно развиваются рейдерские захваты. Потому что человек, которому подарили 100 миллионов долларов, и который не знает, как из них извлекать прибыль, вдруг видит человека, у которого бизнес на 5 миллионов, и который получает большую прибыль, и который хороший предприниматель. Что он делает? Он за счет своих 100 миллионов, которые он получил бесплатно, покупает суд, адвокатов и все остальное, и отбирает этот бизнес. Нам нужен закон о иллюстрациях. Все лица, которые имели отношение к приватизации, и все бенефициары приватизации, не имеют права ни занимать государственные должности, ни, соответственно, заниматься, ни быть активными бизнесменами. Они, так и быть, можно им оставить право рантье, но они не имеют права вмешиваться в принятие решений. Вот это у меня совершенно четкое убеждение, что до тех пор, пока мы это не сделаем, у нас не может быть нормальной предпринимательской среды, и мы не сможем бороться по корпусу. Владимир Алексеевич, вы хотели возразить что-то, я так понимаю. Ну, как сказать, мы уже просто прошли эту тему, я не знаю, надо ли возвращаться. Ну, и завершая тогда нашу беседу, небольшой, может быть, вывод, небольшие итоги, завершившиеся чебоксерского экономического форума. А первое и самое главное, что можно отметить, даже минимальная эффективность государства, неважно, на местном уровне или на региональном, дает очень существенное преимущество тому бизнесу и той экономике, которая существует на местах. К сожалению, эффективность у нас в целом крайне низкая, и вот существенно выше средняя эффективность в Чувашии и дает тот положительный результат, который имеет место. Но ровно потому, что это местная власть, эта эффективность за пределами Чувашии видна сильно меньше, чем внутри. И таким образом надо вот эту вот, как бы, эффективность немножко направлять во внешность. С чем, собственно говоря, и занимается один из участников нашей сегодняшней беседы. – Александр Николаевич, как Вы оцениваете итоги форума, вообще прошедшего форума? – Мне кажется, нужно, во-первых, исполнить те договоренности, те подписанные соглашения. Во-вторых, взять на вооружение те, значит, советы и те пути, которые были предложены эксперты. Экспертами и, в-третьих, дальше двигаться по пути повышения эффективности деятельности каждого и предприятия, и человека в целом. – Ну, по нашей, скажем так, тематике вопросов защиты национальных производителей, скажу так, этот форум был важным. – Не на макроуровне, не о том, что мы с Вами поговорили, обсудили проблемы, а то, что за столом на проведении семинара мы встретились с предприятиями, с тремя крупными предприятиями республики. Они смогли задать свои вопросы, и мы, надеюсь, им помогли практическим советом, направлением, куда обратиться, что можно сделать, какой инструмент применен. Если это будет ежегодно, и каждый год три ведущие компании или крупные компании, а впоследствии средние и малые, смогут получить такую поддержку, значит, форум приходит успешно. – Владимир Алексеевич. – Ну, я, собственно, наверное, хочу сказать, что вот спасибо, мне было очень приятно, я был приятно, на самом деле, удивлен, когда приехал, вот, находясь в таком больше, ну, так сказать, на федеральном уровне, короче, такое ощущение, что гораздо больше пессимизма. Вот, а когда приезжаешь и видишь столько людей, которые вот реально ориентированы на дело, хотят что-то делать, как бы стараются и вот очень так позитивно на все смотрят, то это очень здорово, я вообще получил заряд, так сказать, оптимизма. Хотя я, в общем, и сам оптимист, но… – Вы там до правительства России доведите, что, в принципе, все хорошо. – Ну, знаете, когда моих казахстанских друзей спрашивают, как вы себя чувствуете, страна между Россией, населением которой в 10 раз больше, и Китаем, населением которого в 100 раз больше, они отвечают, ну, вы знаете, как мышка в клетке с тиграми, очень умно и очень быстро. – Вот, Чувашский форум у меня создал ощущение, что Чувашия живет быстро и умно, то есть люди думают о том, что, как и зачем они делают. Простой пример. Отличие этого форума от огромного количества других форумов, впрочем, участникам задается один детский простой вопрос. Причем и помощник бухгалтера задает, и, условно говоря, большой государственный чиновник задает. Вот один и тот же вопрос. Что нам делать? Что вы нам можете посоветовать? В тысячи разных вариантов. Вот люди, которые год назад в ответ на вопрос, что нам делать, начинали пускаться в теоретические рассуждения, рассказывать, какие они великие, пытаться решать личные коммерческие вопросы. А в этом году я их как-то на этом форуме не заметил. Их как-то не стало. То есть, с другой стороны, я увидел, что часть вопросов, которые ставились тогда, сейчас они уже решены. Ну, решаются. То есть, что-то решено, что-то оформлено в виде решений, которые нужно реализовать и так далее. То есть, это работающий механизм. Это очень большая реакция для нашей страны. Ну, надеюсь, что через год практических людей, людей, которые могут ответить на практический вопрос, что делать, будет больше. И результат будет еще более эффективен. Спасибо большое за участие в «Круглом столе». Напомню, что сегодня у нас был «Круглый стол», а в итоге экономического форума, который прошел на днях в Чебоксарах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова